Здравствуйте, на канале Десна ТВ Новости, с вами в студии Виталий Волков. Втраты россиян в магазинах достигли минимума за последние два года. Так, по данным за июль 2018 года, индекс среднего чека составил 496 рублей. При этом показатель продолжает снижаться четвертый месяц подряд. По сравнению с июнем, его значение уменьшилось на 17 рублей, или на 3,3%. А что произошло в нашем городе, узнаем прямо сейчас. Итак, основные темы выпуска. День молодежи сырокаренского сельского поселения. Это же круто, это же молодежно, это же весело. В Сырокарене будет свой новый праздник. Кольца будут устанавливаться, соответственно, подводы будут на кольца выходить. Скоро Десногорский фонтан заиграет струями и огнями. То, что все дает Бог, надо осветить, а потом его кушать. Раньше яблоки не ели до спаса. Весногорцы отпраздновали яблочный спас. Прямо сейчас об этих и других новостях подробнее. Дом культуры центральной усадьбы сырокаренского сельского поселения становится все популярнее и чаще собирает жителей на праздники. А повод встретиться и весело провести время вместе, они могут придумать и сами. Было бы желание, активность и взаимопонимание между единомышленниками. Наша съемочная группа в очередной раз побывала на праздники в Сырокарении. Сырокаринское сельское поселение включает в себя 17 деревень, считается одним из самых больших в Руслальском районе. В последнее время как-то стало преображаться и обновляться. В деревнях появляется все больше молодежи и детей. Молодежи очень много, да, потому что, во-первых, у них тут появляется работа. Возьмем, к примеру, наш новый открытый цех по разливу воды. Пожалуйста, новые рабочие места, люди приезжают, им есть за что здесь держаться, ради чего здесь работать. Молодежь активная и деятельная. Об этом свидетельствуют не только улучшение инфраструктуры поселения, но и праздники, которые проходят на площади перед Домом культуры. Они больше детские, веселые, шумные, с аниматорами и ростовыми куклами. Дети заполняют все пространство, в восторгу нет предела. А взрослые с удовольствием наблюдают за их радостными играми. Да, весело здесь. Хорошо, аниматоры приехали. Спасибо за праздник. Праздники собирают не только жители поселения, но и гостей из Десногорска, Смоленска и Брянска. Радует то, что все-таки село у нас возрождается. Все-таки радует то, что заботится руководство, что стараются, работают, что столько на таком уровне это все проведено, что эмоции повышают все. И хочется сказать спасибо тем, кто это организовывает за такую большую, огромную работу. Глава поселения сам молодой. Вырос в Сырокарении, закончил высшее учебное заведение и вернулся в родные края. Собрал вокруг себя команду молодых и активных единомышленников, чтобы совместно решать проблемы и поднимать родные деревни. Совместно с своими друзьями, потому что друзей у меня очень много, все молодые. И мы хотим это как бы наше сельское поселение поднять, восстановить. Ну вот уже так приходится нам традицию нам это все возродить. Теперь на календаре Российской Федерации в сельском поселении Сырокаренском, Рословского района Смоленской области, будет день молодежи Сырокаренского сельского поселения. Это же круто, это же молодежно, это же весело. За такими продвинутыми и инициативными молодыми людьми развитие села и будущее России в целом. Минэкономразвитие раскрыло детали индексации тарифов ЖКХ в связи с повышением НДС. По данным ведомства, повышение тарифов ЖКХ следует провести в два этапа в 2019 году. При этом рост не должен превысить прогноз по инфляции. Мэр предлагает повысить тарифы ЖКХ с 1 января частично, чтобы предотвратить негативные тарифные последствия. Размер повышения должен составить 1,7%. Вторая индексация запланирована на 1 июля. Она будет скорректирована так, чтобы совокупный рост платы граждан оставался в ранее принятых пределах, не превышающих целевую инфляцию. Фонтан на центральной площади города в открытом голосовании за благоустройство общественной территории набрал максимальное количество голосов. Большинство десногорцев хотят видеть его обновленным и освещенным лучами огней. И вот долгожданные работы по реконструкции фонтана начались. Когда он вновь украсит центр города и будет нас радовать, смотрите в нашем сюжете. С 15 августа строители приступили к подготовительным работам по реконструкции фонтана в центре города. Первым делом они очистят поверхность чаши от старой керамической плитки, уберут часть мощеной брусчатки, чтобы проложить трубы для подачи в фонтан воды в землю. Насосы будут располагаться в специальном техническом помещении. Светодиодная подсветка будет запитана от источников 12 и 24 вольта. Все это обеспечит безопасность эксплуатации фонтана. Шув стоит. Это шкаф управления фонтаном, работы фонтаном. Вместо него его снесут, сделают побольше. Насосы все туда уйдут. Здесь будут проведены трубопроводы под низом, под землей и выходить на фонтаны. Кольца будут устанавливаться соответственно, подводы будут на кольца выходить. В чашу фонтана насосов не будет. То есть это будет безопасная работа фонтана. Светодиодные будут фонари и будут они играть с фонтаном вместе, будем так говорить. Там же струя будет меняться и свет тоже будет меняться. Чуть-чуть запоздали с начала строительства, потому что договор долго заключался, контракт. Значит, с 15 числа начали и должны закончить с 7 сентября. С 15 августа по 7 сентября. Значит, день города у нас 9 сентября. На день города фонтан должен работать и будет работать. Я очень надеюсь на это. И приглашаю жителей города посетить. Фонтан будет красиво. Средство на ремонт фонтана выделила Смоленская атомная электростанция. Аукцион на реконструкцию выиграла строительная фирма из Барнаула Алтайского края. Сэкономленные средства будут направлены на ремонт сцены. Приглашаем вас принять участие в празднике, посвященном Дню государственного флага Российской Федерации, который состоится 22 августа в 17.00 на площади перед Дворцом молодежи. Многодетным россиянам запретят брать под опеку или попечительство воспитанников детских домов. Данный законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты прав детей подготовило Министерство образования и науки России. При передаче под опеку или попечительство ребенка численность детей в семье опекуна не должна превышать трех человек. Предполагается, что исключение состоит в случае передачи под опеку или попечительства братьев и сестер, а также детей, которые ранее находились под опекой или были усыновлены одним человеком или супругами и воспитывались вместе. 19 августа православные христиане отмечают преображение Господней. Это один из 12 величайших праздников. В народе этот день также называют яблочным спасом. Он второй после медового, а за ним следует ореховый. Принято считать, что спас знаменует окончание лета. Природа преображается и вместе с ней должна преобразиться и душа человека. Как отметили десногорцы этот праздник, смотрите в нашем следующем сюжете. В честь праздника в Десногорском храме прошла божественная литургия, провел ее протеерей Виталий Сладков. Преображение, второй спас, спас яблочный, три названия праздника православной церкви, установленного в честь чудесного преображения Иисуса Христа перед учениками на горе Фавор. Хор поет особенно торжественно, а цвет облачения священнослужителей белый, подобный одеждам Иисуса Христа. На преображение освящать плоды в церкви многовековая традиция. В южных странах символом праздника считается виноград, а в России к алтарю несли яблоки. Они поспевали как раз к яблочному спасу, который приходился на первый праздник урожая в древнем славянском календаре. В наш храм на праздничную литургию пришли более сотни десногорцев, чтобы помолиться и осветить свой урожай. Священнослужители благословили принесенные в храм плоды, которые по обычаю посвящаются Господу и зовутся в народе спасовскими. В этот день освящают плоды, яблоки, виноград и все то, что милостью Божией подарила нам земля, которую мы обрабатывали. Но, конечно же, яблоки и плоды, которые мы вырастили, это не является сутью праздника преображения Господня. Это напоминание о том, что жизнь каждого из нас должна также преобразиться. То есть, чтобы в нашу жизнь вошел тот свет, свидетелями которого стали апостолы Петр, Яков и Иоанн. То есть, надо поменять свои поступки. Чтобы все, что мы делаем, мы бы себя спрашивали, вот понравилось бы это Господу Богу или нет. Чтобы душа была исполнена радостью, душа была исполнена света, чтобы все, что мы делали, делали с весельем и с радостью, понимая, что Господь нам даровал сил для этого. И вот в этом смысл праздника, чтобы мы с Божьей помощью, совершая добро на этой земле, преображали свою жизнь. И тогда, может быть, в малой степени этот свет преображения Господня отразится на нашей жизни. Может, у нас лицо просветлеет и людей, которые рядом с нами, сделают тоже и ближе, и добрее, и светлее. С праздником! Православные десногорцы очень любят этот праздник. По окончании службы каждый прихожанин получил в руки освященный плод, чтобы отнести его домой и угостить своих близких. Первый раз я несешь в храм, это раз, и то, что все дает Бог, надо освятить, а потом его кушать. Раньше яблоки не ели до Спаса, до этого дня, до преображения Господня. Очень великий большой праздник, радостный. Слава Богу за все. Завершился праздник преображения Господня общим чаепитием с угощением от храма. 28 августа медико-санитарной части номер 135, день донора. Стать донором может любой здоровый человек, достигший 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий вашу личность. И справку от терапевта о состоянии здоровья. Подробности по телефону 727-85. Смоленская область получит деньги на развитие сельских территорий. Министерством сельского хозяйства Российской Федерации подготовлен проект распределения субсидий с федерального бюджета на софинансирование мероприятий под программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Смоленская область получит дополнительные средства на реализацию мероприятий под программы в 2019 году. В следующем году субсидии с федерального бюджета будут предоставлены на улучшение жилищных условий сельских жителей, строительство сетей газа и водоснабжения, грантовую поддержку местных инициатив граждан, реализацию проектов по комплексному обустройству площадок под компактную жилищную застройку. А теперь коротко о погоде. 21 августа в Десногорске будет малооблачно, небольшой дождь, гроза. Днем плюс 22, ночью плюс 18. На сегодня это все новости, все самое интересное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desnadefistv.ru. С вами был Виталий Волков. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин